Хорошо, хорошо. Тогда начинаем отсюда. Доброго времени суток. Так, я, погодите, еще изображение свое тоже поставлю. Значит, доброго времени суток. Дорогие друзья, начинаем занятия. С вами Светлана Сидорова. Вы меня нормально видите, слышите? Да. Хорошо. Значит, сегодня наша тема будет... Я очень яркая лампа. Вот так. Волшебный творческий мир глазами младенца. Мы сегодня будем готовиться к тому, чтобы спокойно открыли первую жизнь, кто не видел прошлую жизнь. А потом следующую будем научимся открывать, творческую жизнь. Жизнь, где у вас были успехи в творчестве. Научимся видеть, все это вспоминать, узнавать. В этой жизни или в той? Мы посмотрим, что там используем в этой жизни. То, что было в той жизни, используем в этой. Вот идея какая. В той, это там, допустим, несколько веков назад или когда я была младенцем? Это же тоже в той жизни. Нет, нет, значит, в той... Это вы в нашей жизни младенцем. Сегодня мы младенцем в этой жизни. А в следующий раз уже в прошлую жизнь начнем заглядывать. А потом уже творчество там изучать. То есть еще минимум три занятия надо такие пройти. Вот. Значит, вспомните каждый из вас, в каком... Когда мы вот в прошлый раз занимались, до какого минимума возраста вы доходили снизу? Николай. Как это снизу, я не понял. Ну, с рождения, после рождения, в школьном возрасте был? Ну, я помню с пяти лет себя. Хорошо. А ты, Валентин? Я вот в самый первый день, ну, в смысле, как в сознательном состоянии, я себя тоже помню где-то, наверное, лет с пяти. А вот когда в трансовом, вот в этих упражнениях, то, мне кажется, я вспомнила даже что-то... Ну, только я поймала состояние вот этой беззаботности, что ли, такой. Ага. Мне кажется, может быть, даже это годы и три-четыре было. Так, хорошо. А Валентина... Валентина Мешкова у нас тут, если есть, пусть пишите. Пишите. Валентина, пиши. Да, Валентина, пиши. Какой возраст был, который ты помнишь? Значит, что такое регрестия? Это возврат назад. Вот. Значит, мы в какой-то мере регрессией этой будем заниматься, и оттуда, с возвращения назад, оттуда будем брать ресурс для того, чтобы сейчас развивать творчество. Пять лет я сломал руку, упал с грузовика, так что этот момент я очень хорошо помню. Так. Очень хорошо. Сейчас попробуем, значит, детские воспоминания некоторые помните. Значит, будем искать сейчас творческие яркие воспоминания, радостные. Потому что, ну, на грустных как-то... Ну, куда нам... Зачем нам сейчас грустное? Нам надо творчество и радость. И одно упражнение, которое мы уже и упробовали делать, это упражнение водитель или шофер. Когда куда... Залезаете, залезаем туда, который мы... Что мы помним, и от него чуть-чуть назад-вперед, как машина буксует, назад-вперед, назад-вперед. Что было чуть-чуть раньше, а что было чуть-чуть позже. Еще немножко назад, еще вперед. И так можно вспоминать многие вещи по жизни. Если видим что-то неприятное, и не хотим это смотреть, вспоминать, можно это событие или перемотать, как в магнитофоне, или, ну, можно посмотреть, но чтобы не особо напрягаться, как будто со стороны смотришь. Потом все связываем. Да, я слушаю, Николай. Я говорю, у меня так и было, потому что я ходил с запинтованной рукой, ну, с гипсом, и физкультурой занимался, и чего только я не делал с этой рукой. Так, ну, давайте сделаем сначала небольшую медитацию, практику, а потом снова поговорим, потом снова войдем. Два раза мы будем сегодня заниматься медитацией. Значит, сели? Удобнее. Закрыли глаза. Глубокий вдох, выдох. Глаза закрыли, Николай. Вдох, выдох. Плавный выдох. Прислушивайтесь к своему дыханию. Откиньте подальше эмоции, мысли. Перенесите внимание в область головы, в то место, где у вас воспоминания появляются перед глазами. Не перед глазами, а, видимо, на лбу, или где-то, где вы чувствуете воспоминания, вот на это место обратите внимание. И вспоминайте что-нибудь из того, что в детстве вы хорошо помните. Ну, где-то пяти лет, трех лет, или как там. Давайте начнем приблизительно, кто с пяти, кто с трех. Вспоминайте то, что в прошлый раз уже видели. Еще раз на это посмотрите. Посмотрите сначала изнутри тела, свои эмоции. Потом со стороны. Как вы выглядели? Какая-то одежда была, прическа? Одежда удобная или не очень удобная? Теперь давайте вспомним более ранний возраст. Какое-то радостное событие. Приятные воспоминания. Года четырех. Опять вспоминаем из тела и со стороны. Ощущения из тела хорошо почувствовать. А со стороны одежду, прическу. Есть ли кто рядом? Еще можно вспомнить два или три года. Какую-то любимую игрушку, место. любимое занятия. Любимое занятие. Постарайтесь вспомнить себя маленькими. Маленькие ручки, ножки. Если вспомнили игрушку, то какая она была на ощупь. если что-то делаете, то тоже почувствуйте творческий процесс. во что вы играете, как. Если какое-то место, любимое, разглядите получше его. А теперь еще раньше вспомните, как вы учились ходить. кто вас учил? Мама, папа. Может, вспомните, как брали первый раз ложку. Глаза за туэли. Николай. Как брали первый раз ложку. или до чего-то тянетесь. Пытайтесь достать. Потом со стороны посмотрите. Снова с тела и снова со стороны. А теперь давайте попробуем вспомнить руки мамы. Вас на руки брали, когда вы были маленькими? Вспомните мамины руки или папины руки, как вас поднимали на руках или на плечи сажали? А сейчас просто ощущения. Вспомните, когда вы были у мамы в животике. Ощущения, какие у вас все село было. тепло, уютно. Может быть, мамин голос. Может быть, она поглаживала живот. А может, сможете со стороны представить, вспомнить маму беременную животикам. И снова вы внутри мамы в теле. А теперь потихоньку возвращаемся назад. Вот вам снова два года. 4-5 лет. Вспоминайте то, что помните. А вот и школа. школьный возраст. Какое-то радостное творческое событие. Молодые годы. Радость, праздник, творчество. еще какое-нибудь творческое событие ближе к нынешнему времени, к сегодняшнему дню. А теперь начинаем дышать. Мы здесь и сейчас. Вдох, выдох. Прислушаемся к своему дыханию. Потянулись. руками, ногами подвигли. И давайте рассказывайте, что сумели увидеть. Кто первый? Валентина? Николай, кто первый начнет? Я могу написать. У меня пять лет самые такие большие вспоминания, это когда умер Сталин. пушки бухали так на кафедральной площади, а я там почти в центре жил, то мы специально бегали туда посмотреть на эти пушки. Пушки здорово бухали, это кошмар был какой-то. Потом я только узнал, что это были похороны Сталина. Не в Вильнюсе, это было в Москве, но все равно пушки бухали, будь здоров, как. У нас тоже. Так что пять лет это самые такие мощные вспоминания. Более ранее что-нибудь вспомнили? Ну ранее тоже, да, ранее тоже, это три годика мне было, меня отец взял с собой на маленькую речку, там у нас такая маленькая речка, летом загорать, купаться, я пошел туда купаться, три годика без ничего купался, а потом не смог отца найти, бегал, бегал, плакал, плакал, потом меня увидела соседка наша и забернула покрывала и притащила домой, а потом отец бегал, искал меня по всему, по всей речке, не нашел, пришел домой, а я уже дома сижу, вот такое дело было, а он занимался тогда, это были самодельные транзисторные приемники, но тогда еще в то время не транзисторные были, а еще допотопные такие, вот, и он все время возился, чтобы сделать себе приемник хороший, тогда еще с наушниками, вот, такие вот очень интересно, очень интересно, такие воспоминания, маленькая речка у нас, она, мы даже с ребятами потом уже повзрослее были, так мы за пруду сделали такую, чтобы можно было там купаться в этой маленькой речке, а так по коленам там воды перейти можно на другую сторону, а на другой стороне у нас был молодежный сад, сад молодежи так называемый, ну, там качели, карусели и все прочее, так мы туда иногда раньше нужно было платить за вход, ну, а мы через речку и там, и платить не надо. Ясно, а Валентин, теперь ты скажи, давайте Валентину Мельникова. что-то как-то не очень шло с воспоминаниями, но я вспомнила момент, наверное, может быть года 4, как дома фотографировались, вот, папа сам фотографировал, и вот как он там доставал эту очень-очень мощную лампу, которая такой яркий, ну, свет прям давала, вот, как мы там с мамой, ну, приноравливали там меня на стульчик поставить, потом там я и у мамы на руках, ну, вот, типа такого, но я помню как-то настроение всех, даже практически там и лицо папы, и движение его, ну, потому что как-то на него все взгляды-то были, вот, как он там главный, а сейчас я вдруг еще и вспомнила, что иногда, прямо этот момент я вспомнила, как он ставил вот этот, как назывался не тренажер, а как-то так, ну, тройник, короче, такой, треножник, вот, на который устанавливался фотоаппарат, и там, как бы, режим ставился, ну, допустим, там через 30 секунд он щелкнет, и вот папа должен был успеть подбежать к нам, ну, чтобы сфотографироваться по всей семьей, это я вспомнила прямо сейчас, по ходу воспоминаний. Вот, что значит, вот там, из возраста, меня даже это удивило, почему я сама никогда о себе не думала, что когда-то же я там и сама училась ложку держать, и еще что-то, меня как, или я когда-то себе успела произнести фразу, что я вообще ничего не помню, помню только с одного момента, когда пришел, это я сейчас рассказываю, почему у меня так, где-то я заглушку какую-то поставила на воспоминания, вот я помню вот этот момент, как приходит к нам друг моего дедушки, вот, и дедушка решил ну, или хвастануть, или они о чем-то там рассуждать стали, и, короче говоря, я помню вот этот момент, что они, мой дедушка упрекает его, за что это ей поставил тройку, ребенку, пять лет, она решила целый столбик примеров, не просто там пять плюс три, а там двузначных, и там пять, допустим, плюс двенадцать, плюс семь, вот, ну, я там, видимо, ошиблась в двух примерах, и он мне поставил тройку, вот, я помню вот этот момент, если бы он не произошел, то я бы и не знала, что, допустим, там, ведь, я уж потом задумываюсь, думаю, получается, что у меня часть детства прошла, когда меня натренировывали, вот, в этом там, чтении, в примерах, и вот тогда я успела подумать, что я нифига не помню до этого момента, вот это вот нифига, оно у меня до сих пор срабатывает, ну, короче, что я вспомнила, я вспомнила даже какой-то кусочек платья, и так даже, немножко даже удивилась, ну, так платье на себе, вот, оно было, типа, то ли синий цвет, чем-то с горошек, что ли, типа вот так. Вот видишь, ты вспоминаешь, так что, вам одно из заданий, вот так попробовать, все-таки, до маминого животика, так методом, методом вот туда-сюда. Я вспомнила, в животике я вспомнила, вот я еще удивилась, почему, и подумала, что может быть потому, что у меня погружение вот-то вот в ту жизнь было, и оно тоже шло через момент, вот в животике, как бы оно уже когда-то было, оно у меня легко вспомнилось, прям сразу-то как-то приятно даже мне стало, тепло и беззаботно, или защищенно, вот я не пойму, ну, такое ощущение, вот что-то я еще вспомнила, кстати. Валя Мешкова пиши. Вот, ну, да, пусть Валя потом пишет. Пусть Валя пишет, а ты, в общем, короче, одно из заданий тогда будет, вот это, ваши воспоминания детские, из них придумать какой-то творческий рассказик, или в том. Вот. Теперь, вот, то, что Валентина, это хорошо. Остальные помнят какие-нибудь свои детские фотографии? У меня и сейчас есть. Хорошо, можете даже сейчас посмотреть, если есть, самые детские. Ой, я только если найду. Ну, вы тогда вспомните, просто знаете же их. Давайте, так, опять закрываем глаза и вспоминаем свою детскую фотографию, самого маленького себя, какой помните. Рассматриваем эту фотографию и вспоминаем, как вас фотографировали, кто фотографировал, вы там один на фотографии или одна, кто-то еще рядом. Глубоко вспоминаем подробности. Позвольте это себя почувствовать в теле. Вот вы, вот вы находитесь, где-то и вас фотографируют. Что ощущаете и что видите? Когда вас фотографируют, в каком возрасте, где, кто фотографирует, дома или нет, где конкретно. А теперь попробуйте продвинуться дальше и соединиться с телом. Почувствуйте ощущение, что было до того, как пришли к тому, что вас фотографируют. почувствуйте ощущение, почувствуйте ощущение, вспомните звуки. о, нашел. Вот, вспоминайте. Как, что было? Ощущение себя в теле, кто фотографирует, где, когда, еще какие-то фотографии вспоминайте. Вот мне тоже здесь пять лет, назвали, потому что это моя соседка, и назвали жених и невеста. Вот, хорошо, пока вспоминаем, друг другу не мешаем, потом все расскажем. Еще какие-то фотографии вспоминайте, смотрите. Значит, где-то вы с кем-то, с соседкой или с подружкой, может быть, одни где-то. И сейчас закройте глаза. И вспомните эти фотографии еще раз с закрытыми глазами. Значит, кто вас фотографировал, когда? А теперь вспомните себя на руках родителей. Может, есть такие фотографии у вас. Как вы себя чувствовали в руках у родителей? Нет, таких нету. Ну, просто вспомните, были ли вы когда-то на руках у родителей? Нет, тоже. Пока молча, пока молча. Слушай, пока молча, не перебиваем друг друга, думаем. Может, что-то еще вспомните. А сейчас вспомните, попробуйте вспомнить мамину грудь. может быть, вспомните, как она вас кормила грудью. Сосательный рефлекс откуда-нибудь у вас появлялся. И вспомните, как вы узнавали маму. Что заставляло вас узнать, что это ваша мама? А первую встречу с мамой в роддоме или где-то? Вспомните еще раз, когда мама брала вас на руки. еще раз вспомним. До родов у мамы в животике. Ваши ощущения. Какие-то звуки, ощущения комфорта. может, голос мамин или голос отца. Снова вспоминаем фотографии детские, которые вспоминали. Еще какую-нибудь детскую фотографию. теперь фотографию школьного возраста. И постепенно вспоминайте свои фотографии до нынешнего времени. Смотрите изнутри, снаружи. кто фотографировал, как это происходило. Потом начинаем дышать. Прислушаемся к своему дыханию. Вдох, выдох. Возвращаемся в здесь и сейчас. Сувелили руками, ногами. И давайте обратную связь. Что вспомнили? Какие фотографии? Давай, Николай. Николас. Ну, у меня фотографий мало таких на это самое. Но таких отрывочных воспоминаний так много. Много. Ну, вот. Хорошо. И вот одна фотография, вот когда мне пять лет было, когда пушки грохали, когда умер Сталин. это 53-й год был. Как раз мне было пять лет. Вот. И как раз вот в это время меня и сняли. Мы бегали на Кафедральную площадь, там недалеко я жил от Кафедральной площади. Вот туда бегали смотреть на эти пушки. Пушки грохали, это вообще там затыкали уши. Вот. А это моя соседка ниже этажом жила, Лариса такая. Вот нас все время я к ней бегала, она ко мне бегала. У нас было так. Одна группа старших, таких лет на пять, на шесть старше меня, а нас было трое. Еще такая Дануся была. Три одинакового возраста. Вот мы троем и кучковались, что называется. Понятно. Так, Валентина, ты какие-нибудь фотографии еще вспомнила? Да, я фотографии вспомнила, я ощущения вспомнила, вот эти, когда я прям, ой, очень-очень, свет, знаешь, какие удачные были слова, когда ты сказала, может быть, в голос вспомните папину, я прямо раз и вспомнила, и стала стараться вспомнить дедушки голос, и дедушки даже вспомнила, а вот мамину как-то что-то как-то и не вспомнила. А вот мамину, извиняюсь, мамину грудь я вспомнил, я тогда ее похлопал и спрятал, чтобы больше не хотел ее, главное, сам ее засунул на место. Вот это я помню. Извиняюсь, прибил. Нормально, нормально, давай, Валентина, дальше. Вспомнила фотографии, где я там с девчонками стою, такие, одна очень высокого роста, ну и, короче, я среди них, как самая маленькая. Такие ноги смешные, ну, в смысле, как смешные, ну, детские, но мне почему-то так это смешно. А я вот вспомнила пока с вами пока с вами говорила, как меня папа, как меня ходить учили, как я от папы к маме шла, где-то, по-моему, расстояние метр, но это мне было так страшно, так далеко, и от папы к маме, от мамы к папе. Вот прямо помню, как я вот шла, меня отпускает папа, я делаю шаг, ну, наверное, шага два, но это так было страшно, так тяжело. Вот такое воспоминание ко мне пришло, пока с вами разговаривала. Теперь вы еще повспоминайте свои вот эти моменты, и из этого я вспоминала, вот писала тут, я прочитала, что она пишет. И из этого вот к следующему занятию подготовим тоже очередные творческие какие-то моменты. И потом я группой сделала ВКонтакте, в Фейсбуке, если есть желание, можете туда какие-то творческие процессы свои скидывать. Привет, Андрей. О, привет, Андрей. Андрей, с тобой отдельно позаниматься, или ты сейчас посмотришь тренинг? Валентина все записала. Приветствую. что идет, ты досмотрелись. Отлично. Вот, теперь, значит, еще раз, когда смотрим себя, делаем упражнение шофер, водитель, то есть как буксующий в машинах, что-то вспомнили, от этого чуть-чуть назад что-то вспомнили, чуть-чуть вперед, что было до того, что было потом. Смотрите, так же, как матрешка, изнутри, снаружи, можете еще выше подняться, опять внутри тела, ощущение изнутри тела, все, что происходит вокруг, так одежда там, окружающая, снаружи смотрим, потом, значит, еще дальше можно подняться, более отстраненно посмотреть на то же. и вот так несколько раз, то есть упражнение матрешка, упражнение шофер, водитель, вот, и следующее у нас было упражнение, все по всем же воспоминаниям, пройти по фотографиям, вспомнить какие-то свои фотографии, и так от того момента, как мы прошлый раз вспомнили, и так потихоньку до того состояния, когда у мамы в животике, ощущение у мамы в животике, а до этого посмотреть, вот, возможно, первые шаги, или как мам, как ложку брали, как кушали, или как мамину грудь сосали, вот эти моменты можно все вспомнить. вот, это я еще раз пересказываю, чтобы Андрей был тоже в курсе, и потом, следующее у нас когда занятие будет? В пятницу? В пятницу. Давайте в пятницу в 8 часов, ну вот, сейчас мы сохраняем. я поняла фотографию очень интересную, я пыталась себя войти как бы в это, там у меня, наверное, вообще месяца 3, я сижу на руках у мамы, а рядом дедушка, дедушка еще, мы втроем, ну, слушайте, или может быть папа, ну, короче говоря, я там до того удивительный, такой чепчик у меня розовенький, вот, и что бросается в глаза, прям глазище, вот на лице, вот как бы вот глаза такие большие-большие типа пуговицы что ли, вот я пыталась вспомнить себя, ну, как бы, ну это месяца 3 наверх, ну, совсем еще маленькая, прям совсем маленькая. Вот, вот так вот вы увидите фотографию и входите в нее, и потом назад вперед, что было раньше, позже. Вот так просматриваем себя, и потом если вы делаете творческие рассказы, к пятнице. ощущение какого-то, вот что интересно, что это за ощущение? Вот этот вот трехмесячный ребенок, внутри стоит ощущение тепла. Угу. Вот прям вот тепло. Любви матери, наверное. Любви матери. Угу. Вот, ну вот, давайте тогда так. на этом, желаю хороших, творческих успехов. В следующий раз мы будем пытаться посмотреть еще и прошлую жизнь. очень здорово, вон Валя описала эти воспоминания. Я, кстати, тоже вспомнила, как мы ходили, но я почему-то помню, не как на демонстрацию Николаев спишет, а вспомнила, как у нас перед, по-моему, а, на выборы, у нас перед выборами там в фойе продавали всякие, типа там, апельсины, ну, раньше это дефицит было, тем более, в ракуте. Вот, я помню, как мы все наряжались, у нас были валенки, мы начищали, надевали белые валенки, и я помню, как начищали их перед этим, типа манкой, чтобы белоснежно, это же праздничный выход всей семьи. Вот, и помню эту дорогу, как шли в этот клуб, где должны были сначала там, видимо, занять очередь за апельсинами, а потом проголосовать. А я тоже, вот ты сейчас рассказала, я сейчас вспомнила, как тоже маленькая была, с родителями ходили голосовать, как они заходили и брали меня с собой тоже в будочку, в эту красного цвета будочка была, туда заходили, голосовали, и тоже буфет, что-то там покупали, и потом вспомнила, уже во взрослом возрасте, когда я была в счетной комиссии, и после того, как мы полночи сидели там, считали, считали все правильно, по несколько раз пересчитывали. На рассвете нам всем, как говорится, вручили по сервеладу и по коробке конфеты птичье молоко. Вот, вот этот момент вспомнила уже во взрослом возрасте. Так что, вот много таких моментов, которые мы можем вспомнить, из чего потом сделать что-то интересное. Давайте. Творите, товарищи. Так, ну, все? Вроде все. Тогда спасибо всем, очень здорово. Давайте. Спасибо. Давайте готовьте домашнее задание. Андрей, что-нибудь вспомнил? Я уже просадил этот курс, все у меня записи есть. этот курс. Ну, вот сейчас тебе надо будет по этому занятию продумать и творческий процесс, творческий процесс, сделать творческое резюме из детских вот этих воспоминаний младшего возраста. Договорились? у меня есть запись на сайте, где я проводил сессию, когда я был... А у тебя рассказ твой есть какой-нибудь? Вот давай, рассказ придумывай, еще что-то. что-то... Я пишу, а ты не пишешь, а? Давай пиши. Я вот сейчас занятия, я вот целый день сижу, только вот немного времени успеваю потяпать и опять поработать. Давай, давай, короткие рассказы в двух-трех словах. Твое дело, как это, твой творческий порыв, но раз мы здесь творчеством занимаемся, найди вариант, как, что сделать. Сделай тоже на камеру запись, на полторы минутки. Да? Есть на камеру запись, оранжевый, который я делал, когда на занятии. Сейчас, ты вот сейчас после творческого вот этого нашего прорыва, давай, делай именно сейчас, сделай, напиши на камеру, в двух словах расскажи, где у тебя что есть и что ты сейчас помнил. Давай. Ладно, Андрюшечка. Ладно, удачи всем. Обнимаем, целуем, узнай, я представляю, что такое свой огород, но правда у Вали тоже, и она рассказывает. Да, может и про огород написать тоже. Тоже вспомнить. Ладно, всего хорошего, до свидания. Сохраняй. Сохраняй. Всем настроения и здоровья. Ты помещаешь, ага, в скайп. М-м-м. Продолжение следует...